Разрешение выдали на одно, а вот построили совершенно другое. Такая ситуация на чебоксарских стройках, увы, не редкость. На нескольких проблемных объектах побывали депутаты городского собрания и представители столичной администрации. Многоэтажный кирпичный дом по улице Байдул практически готов к сдаче. Только вот под окнами у будущих жильцов вместо детской площадки и парковочных мест строится еще один дом. Разрешение на строительство застройщик не получал. Это место по проекту было отведено на благоустройство. В отношении организации не раз составляли административные протоколы и выписывали штрафы. Однако это не помешало возвести уже шесть этажей. Я более чем уверен, что на этот объект привлекаются средства заемщиков, средства долевиков. Наверняка пока не по договорам долевого участия, а по договорам займа или другим иным договорам. И есть опять же риски получить обманутых долщиков на данном объекте. По той простой причине, что дом строится без разрешения и будет ли он достроен в этом варианте, пока неизвестно. У нас вот создались прецеденты, помните, по Байконуру, да? Когда вот так же брал деньги у долевиков, но только под займы, да? А потом всех этих заемщиков и долевиков привел к нам и говорили, давайте вводить дом в эксплуатацию. Здесь мы можем абсолютно такую ситуацию получить. Но там, к сожалению, вот почему-то решение суда было непонятное, да? Мы выходили администрация о сносе, суд почему-то не принял это решение. И эти же друзья хотят опять этим же путем. Чем выше построить дом, тем больше шансов, что суд не назначит снос дома, к примеру, да? Я за то, чтобы создать в городе прецедент. Похожая ситуация на позиции номер 14 по улице Чапаева. Здесь тоже без разрешения администрации города началось строительство. По замыслу застройщика между двумя практически готовыми домами должна вырасти так называемая вставочная секция. Фундамент уже готов. Но никто не задумывается, что увеличение количества квартир приведет к нарушению нормативов по парковочным местам, детским площадкам и зеленению. Строители народ предприимчивые любую свободную земельную территорию стараются использовать в рамках основной деятельности своего устава, извлечения прибыли. Поэтому все свободные места, связанные с земельными территориями, в первую очередь хотят использовать под застройку зданий, под застройку домов, для того, чтобы, конечно, на этом заработать. Вместо того, чтобы эту территорию застроить, благоустроить под детскую площадку, под парковку и так далее и тому подобное. Поэтому здесь ряд моментов связанных с несогласованием этого строительства. В любом случае комиссия доведет до администрации и, наверное, примем меры для того, чтобы приостановить это. Мы так считаем, что незаконное строительство. К сожалению, в строительном комплексе города Чебоксара возникла парадоксальная ситуация, когда строители начинают строить самовольно, несмотря ни на разрешение городских властей. Используют часто, как щитом пользуются горожанами, чтобы и жители тоже нас понимали, и нашу позицию.